Всем добрый день! Мы в Минске на площадке Телдакон 2024. Проводим серию небольших интервью и сегодняшний наш спикер Павел Гусев, директор казахского центра сетевой информации Казмик. Павел, спасибо большое, что согласились на такое небольшое интервью. Расскажите, пожалуйста, про вашу жизнь вне работы. Я тут узнала, что вы увлекаетесь авиацией. Очень интересно немножечко про это узнать поподробнее. Хороший вопрос, спасибо. Я ожидал будет о работе. Действительно, полеты это мое увлечение, хобби, которым я занимаюсь вне работы. Я летаю на планере. Есть такой планерный спорт. У меня есть достижение. Это рекорд Азии. Дальность полета 756 километров. Полет без двигателя. Используя только энергию воздушных потоков, природы. Это потрясающе. Это действительно потрясающе. Впечатления. Наверное, всем интересно, какие впечатления. Впечатления неземные. Когда взлетаешь, все проблемы остаются на земле. Ты переключаешься. Наедине с природой шум ветра. В общем, надо попробовать, чтобы лучше этого понять. Это очень здорово. Там, наверное, много физики. Да, необходимо разбираться, конечно же, в погодных условиях. В том, как формируются потоки, как происходит движение воздушных масс. Очень много понимания отдают птицы парящие. Орлы, геркуты. У нас в Казахстане их много. В летний период летают. Часто бывает так, что мы набираем высоту в одном и том же потоке с птицами. Крыло в крыло. Лепит птица. Лепит планер. Потрясающе. Это на самом деле очень интересно, потому что я смотрю, что все в неформальной остановке все равно обсуждают работу. И очень хотелось бы, чтобы больше рассказывали спикеры про себя. Мне кажется, что это очень важное дополнение. И нужно соблюдать этот баланс. Конечно. Нельзя жить одной работой, потому что наступает выгорание, падает эффективность, когда у человека есть увлечение. И свободное время он посвящает какой-то активности, особенно связанной с физической активностью. Помогает восстановить силы, помогает держать психическое состояние в равновесии. Ну и, конечно же, сказывается на результатах работы положительным уровнем. Да, да. Опять же, это очень важное дополнение. Спасибо большое, что акцентировали на этом внимание. Мы всех трудоголиков призываем уделять... Хочется бы пожелать всем трудоголикам уделять время каким-то другим активностям так, чтобы давать возможность отдохнуть себе, своему организму для того, чтобы завтра с новыми силами решать задачи на качестве нового уровня. Да, спасибо. Спасибо большое. И расскажите, пожалуйста, как вам это мероприятие? Как вам Минск? Как долетели? Я участвую в ТЛДКон уже не первый раз. Наверное, большинство конференций, это уже 17-я конференция, большинство конференций я посещал, выступал с закладами. И в Минске, что могу сказать? Минск очень красивый город. Самое главное – это приветливые люди. Пообщались с коллегами. Я рассказал о наших достижениях, о наших новостях за этот год. Услышал много нового для себя, от коллег. В этом году исполнилось 30 лет белорусскому домену BI. Нашему домену буквально через неделю. Через две недели также исполняется 30 лет. Хотел бы пожелать белорусским коллегам, в первую очередь, процветания, успехов, успехов в безопасности и успехов в том, чтобы их деятельность служила пользу, оказывала большую пользу людям, те, которые пользуются интернетом на сегодня, чтобы это было безопасно, чтобы у людей оставались только положительные впечатления от использования интернета. Спасибо большое за такое пожелание. Мне кажется, что это очень здорово, что Вы участвуете и делитесь опытом, и мы можем этот опыт перенять и расширить. Да, действительно, конференция позволяет обмениваться опытом, послушав доклады коллег, переговорив с колуарами, устанавливаются новые связи, растет сотрудничество, растет взаимный опыт участников. Безусловно, это очень полезное мероприятие. Я с удовольствием каждый раз посещаю, стараюсь приезжать на ежегодную конференцию, проводимую российскими коллегами. Очень рад впервые побывать в Минске. Очень положительное впечатление. Красивый город. Надеюсь, еще сюда вернуться. Мы будем ждать Вас на следующих мероприятиях Координационного центра и не только. Спасибо Вам большое за это интервью и с наступающим днем рождения 30-летия Домена. Спасибо большое. Спасибо Вам. До свидания.